Вопрос про федеральный проект, сияние поглощения, это сегодня вообще тенденция для телефона рынка, если говорить про этот телефон, он узнает, что в протяжении последних лет на федеральном уровне предпринимались активы разных регионов. По какому принципу были выбраны активы компании Акадо в Екатеринбурге, почему здесь, почему они подошли? Да, действительно, это одна из наших ключевых задач, увеличение, удвоение нашего бизнеса в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил президент нашей компании и мы к этому постоянно идем. Оператор отдает предпочтение в случае приобретения и получения компаниям всем активам, которые работают в городах уже нашего присутствия, это первое. И второе, которое схоже с нами по технологическим решениям, для того, чтобы наименьшее количество месяцев вкладывать в модернизацию сети. При этом мы не гонимся, не основной нашей целью является доля рынка, а основной нашей целью является повышение эффективности нашего бизнеса. Мы за последние несколько лет приобрели активы, как уже я сказал, Акадо Екатеринбург, также мы приобрели актив Акадо в городе Санкт-Петербурге. Один из крупных сделок в последнее время – это сделка с компанией «Телемир» в городе Липецк. В прошлом году мы купили оператора «Коламбия Телеком» в городе Волгоград. Также очень большая сделка у нас прошла в 2017 году с компанией «Новый Телеком» в Новосибирске. Инфосети в Москве, большая достаточная компания «Сатурн» в городе Пермь, в первом крае, и компания «Делеком» тоже в городе Санкт-Петербург. Это действительно тренд, мы его будем продолжать в ближайшее время, наверное, опять. Мы тоже о чем-то узнаем. Спасибо. Если вернуться в Екатеринбург и поговорить еще о нашем городе, к чему в конечном счете приводит эта ситуация, когда изменилась остановка сил после приобретения активов Акадо? Как выглядит «Телекомрынок» сегодня? «Телекомрынок» мы после сделки с Акадо бесспорно стали лидерами рынка и по широкополосному доступу, и по платному телевидению. По нашему оценку, обогнав наших партнеров по рынку. Самое главное для нас, цель, которую мы преследуем в слиянии с компанией Акадо, это улучшение сервиса для действующих клиентов, потому что объединяясь, мы выбираем из двух компаний лучшее и начинаем это давать нашему потребителю. Много интересных продуктов, технических решений, клиентских решений мы взяли в компанию Акадо и транслируем теперь на территории Екатеринбурга, и не только пытаемся транслировать это на всю страну, но также с помощью наших технологий мы улучшим сервисы и качества оказываемых услуг для абонентов Акадо. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, подключайтесь. Информационное агентство «Надо День» и Секлана. Информационное агентство «Надо День» и «Надо День» и «Надо День» и «Надо День». Спасибо вам за возмещением своих потерь. Если возможно, по поводу блокировок, не могли бы вы пояснить, почему у одних провайдеров одни сайты блокируются, у других другие, если по идее должны требования одни устроиться? Спасибо за вопрос. Отвечу я так, что почему каждый оператор блокирует какие-то свои сайты, действительно, я не знаю. Есть требования Роскомнадзора, требования государства о блокировке тех сайтов, которые на официальном уровне судом или надзорными органами признаны экстремистскими, еще какими-то нарушающими безопасность для нас страны. Есть специальный ресурс, куда заносятся эти сайты. Как только сайт попадает на этот ресурс, он автоматически, у нас есть синхронизированные оборудования с этим сайтом, автоматически попадает у нас в блокировку. Почему некоторые операторы могут себе позволить не выполнять, они, к сожалению, проконтируют не могут. Мы полностью выполняем законодательство. Все те, еще раз, ресурсы, которые официально признаны к запрету, закрываются в ежесекундном форме. Что касаемо возмещения убытков, то, к счастью, пока еще таких прецедентов у нас не было, юридические лица не обращаются. Если возникают какие-то вопросы по закрытию того или иного информационного ресурса или еще чего-то, то мы объясняем, показываем бумаги, потому что все это зарегонизировано. Есть ресурсы на бумаге, показываем, и корпоративные клиенты, и физические лица воспринимают адекватно. Хотя действительно обращения бывают. Я любил вот этот сайт, захожу, и он закрыт. Я говорю, пожалуйста, сайт несет в разряд экстремистских или еще. Мы обязательно его закрыть. Спасибо. До свидания. У провайдеров пока не было такой мысли, как-то массово взять и сказать русскому взору «Остановитесь, подумайте, что вы делаете», как-то выразить свое мнение вообще. Ведутся, естественно, диалоги. Массово, естественно, нет. Во-первых, это как бы запрещено государством. Массовый сговор даже при любом остальном. Это запрещено государством и антимонопольным законодательством. Высказывать мнение и оспаривать решения государственных органов, мне кажется, коммерческую структуру не очень логично. Потому что 90, в моем понимании, 5-99% сайтов заносится по решению суда. Решение суда у нас обычно не оспаривается. А если оспаривается, то не нами, естественно. Спасибо. Комиссар, пожалуйста. Алина Штонина, Комиссар Турал. У меня вопрос такой. Одним из преимуществ АКАДа было то, что изначально в новых домах в районе Академический эта сеть на ровне с Ростелекомом одной из первых появлялась в настройках. Поэтому это позволяло компании наращивать очень быстро абонентскую базу. Сейчас какие-то договоренности, не знаю, может быть, были с Реновой по поводу того, чтобы продолжать работать в таком же ключе, как раньше, или это преимущество исчезли? Да, спасибо за вопрос. Мы продолжаем все обязательства, которые были у компании АКАДЕКТЕЛЕФУТ, со 2 апреля полностью приняты. Компания ОРТЕЛЕФУН КОЛГУК К ИСПОЛНЕНИЮ. Мы продолжаем конструктивный диалог с компанией РСГ ГРУК, которая является основным застройщиком в академическом. Тесно партнерствуем. Мы продолжаем застраивать уже от имени ОРТЕЛЕФУН КОЛГУК. И все это будет продолжаться. Также мы достаточно плотно взаимодействуем с управляющей компанией в академическом районе и своими технологическими решениями пытаемся улучшать жизнь горожан совместно с управляющей компанией. То есть теперь в новостройках сразу же после строительства будет появляться 7 домов? Вот не так давно мы построили несколько домов по улице Сахарова. Они первые тоже. Мы стараться быть не с кем-то вместе, а быть самыми первыми лидерами в строительстве. То есть мы пытаемся сейчас уже договариваться, заходить на этапе даже проектирования дома. Его еще нет, он в планах, но обращаются застройщики и отдельные РСГ ГРУК. Мы очень плотно взаимодействуем. Спасибо. Сменились ли тарифы и цены для клиентов Акады, которые теперь пользуются дома? Нет, в дальнейшее время мы не планируем изменять все цены и тарифы, которые были у Акады, остались. Единственное, что я уже сказал, изменилось количество телевизионных каналов. Мы в прошлой неделе закончили смену частотного плана для всех видов телевидения. У абонентов Акады и до 10 до 70 каналов у всех городов. Это единственное наше изменение, которое мы внесли, которое уже ощутили абоненты Акады. Технологические изменения, которые мы будем носить, они будут ощущать, так скажем, посленно, отсутствием и меньшей аварийностью, меньшим падением сигналов, лучшим качеством телевидения. Больше глобальных таких изменений резких абонентов Акады почувствовать нужно. А сама команда сотрудников Акады? Практически вся команда присоединилась к нам. Многие руководители Акады вызывают достаточно высокие ответственные посты нашей компании. Приоритет при назначении на руководящей должности мы отдаем сотрудникам Акады. Это очень профессиональная команда, и процесс интеграции, который у нас шел, и продолжает идти, он достаточно комфортный. Очень хорошая профессиональная команда, нам очень нравится с ними, действительно, эффективно в одной команде. Спасибо. Вопросы интерфакс, Анна. Какие новые территории и регионы гонируете выйти в течение ближайших пяти лет? Как стратегии предусматриваются? В Свердловскую область или в целом по стране? В Свердловскую область или в целом по стране? Новые регионы, но, скорее всего, прямо полностью новых регионов с точки зрения органического роста. Когда мы заходили, как с 2001 года, с нуля полностью в чистый город и с нуля строили сеть, скорее всего, не будет. Если будут захождения, то с помощью этого сделок будут. Они будут в конкретной географии, я сейчас пока назвать не могу, потому что те процессы, сделки, которые идут в рамках переговоров, меня не озвучивают. Что касается Свердловской области, то также у нас есть планы географической экспансии. С объединением с компанией Инфорта мы получили выход и рынок города Нижний Тегил. Мы там уже работаем, тоже там наша сеть представлена. И несколько еще городов небольших по территории Свердловской области. Это все будет развиваться в течение пяти лет. Думаю, что еще несколько городов, в ближайших по области тоже мы уже зайдем с сегментом физических лиц. Пока в Нижний Тегил у нас только сегмент корпоративных клиентов, мы подключаем сегмент физических лиц. В ближайшие несколько лет тоже немножко мы начнем там развивать. Спасибо. Вопрос Натальи, пожалуйста. Наталья Шахова. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как осуществляется работа с клиентами Акада? То есть, например, вы меняете тарифные планы, вернее, добавляете каналы, как обещаются абоненты Акады, существующие и действующие? И личные кабинеты для оплаты, это сейчас какое-то слияние происходит? Или они пока у себя там все платят? Спасибо за вопрос. Значит, с точки зрения информирования, мы перед ценно-частотным планом провели масштабное информирование. Во-первых, сделали достаточно большое количество смс-рассылок, все абоненты. Получили информацию о том, что с такого-то числа у них добавляется какое-то количество каналов, при необходимости перезагрузить эти приставки, чтобы частотный план обновился. Второе, отправили очень много электронных писем по тем контактам данных, которые у нас были, проинформировали в социальных сетях и, естественно, дали звонков в колл-центр, где также наши сотрудники информировали. Что касаемо еще обслуживания клиентов Акада, то мы открыли два новых сервисных центра с объединенным брендом, где обслуживаются клиенты обеих компаний сразу. Один сервисный центр на Уралмаше, на улице Космонавтов 45, большой, очень красивый, где два логотипа для обслуживания идет именно двух абонентов двух компаний. Второй сервисный центр мы открыли в торговом центре Академический, также, где могут обслуживаться две компании. Пока у нас их два, но мы будем продолжать это расширение. Что касается личных кабинетов, на прочее, да? Личных кабинетов у абонентов Акада функционирует, свой, все оплаты осуществляются так же. Мы, условно, поменяли реквизиты, куда деньги уходят, но для абонентов Акада все пройдет незаметно. Они ни с какими трудностями, ни с неожиданно, если ими не столкнутся. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Если я правильно поняла, для клиентов Акада сплошные улучшения сейчас. А я ваш давний клиент, и мне интересно, как это слияние повлияет на нас, на тех, кто давно уже с вами. Ну, здесь, наверное, меньше. Это не повлияет. Это повлияло больше на нас, потому что большая часть жителей Екатеринбурга теперь нам стала доверять, так или иначе. И это у нас вызывает большее чувство ответственности и большее чувство за то, что сервис необходимо повышать ежедневно, улучшать. На абонентов Дубру, наверное, повлияет. Мы в течение этого года запустим несколько интересных, так скажем, продуктов, которые как раз-таки взяли и берем у компании Акада. Пока решировать не буду, но мне кажется, это будет очень приятным бонусом и дополнением для клиентов. А как клиенты об этом узнают? У нас есть информационный портал, у нас есть личный кабинет, у нас есть контактные данные. Мы можем выставить смс-ки, отправить электронную почту и, скорее всего, сделать пресс-релизы на запуске этих продуктов. Спасибо. Вопрос, коммерсант. Скажите еще, какой предусмотрен переходный период для клиентов Акада и будет ли там, когда объединятся бренды под общим брендом Акадо? Действительно, объединяться будут и постепенно мы закроем бренд Акадо и все абоненты будут обсуждаться по брендам Домру. Произойдет это не раньше 2019 года. То есть мы технически, как я уже говорил, улучшать сеть будем в течение 2018-2019 года. Как только мы полностью закончим модернизацию сети Акадо, это, по нашим прогнозам, декабрь 2019 года, то с того времени абоненты будут обсуждаться только по брендам Домру. А какие еще затраты вкладываются на модернизацию сети? Большие. Порядка 150 миллионов рублей потратили на модернизацию сети и замену оборудования абонентской. Спасибо. У меня вопрос еще про Телефон, как Телефон, где были вновь. Сергей, после истояния изменения сил на рынке, в чем сегодня будут конкурировать Телефон-операторы? Ну, последние несколько лет мы уже видим, что скоростные характеристики Трифута постепенно начинают себя изживать. Скорости наращиваются, и я думаю, что в какой-то недалеком будущем мы перейдем в разряд скоростных характеристик от мегабитов в гигабиты уже. И рынок постепенно насыщается, и мы начинаем конкурировать за сервис, за качество оказываемых услуг, за те дополнительные продукты, которые есть как основные. Мы уже приняли для себя, что продукты Телефон, Телефон, Интернет – это нечто базовое, уже вошедшее в нашу жизнь, как газ, вода. Мы без этого не представляем, как можно существовать. Поэтому за это уже не такая ведется борьба. Борьба ведется за те дополнительные сервисы, которые мы можем предложить, кроме вот этих услуг. Это, например, мобильное телевидение на телефоне, на планшете, на персональном компьютере. Это телевизионный архив, который вы можете смотреть на планшете с трехдневным запасом от Матарфа три дня назад. Это дополнительные пакеты каналов, тематические, спортивные, развлекательные, детские, взрослые, которые клиент может подбирать для себя. Скоростные бонусы, когда какой-то сегмент клиентов, к примеру, игроманов, когда не хватает скорости, включает персонально для себя скоростной бонус для, к примеру, игры в танке. И вот за это конкурировать сейчас. Корпоративный рынок то же самое перестает уже конкурировать просто за классический интернет, классическую телефонию. Потребителю нужно уже нечто большее. Ему нужна система интеграции, ему нужна облачная телефония, облачное видеонаблюдение. Также мы разрабатываем проект интернета вещей и надеемся, что в ближайшем будущем мы запустим первый опыт, как раз таки искорительную территорию академического, первый опыт полноценно функционирования интернета вещей. В базе технологии Глорова, вот в чем сейчас есть конкурентная дыба. Очень любопытно, спасибо. Коллеги, если у вас еще вопросы, пожалуйста. Что ж, для нашей сегодняшней встречи мы с тобой готовим еще неформальную часть, которую Сергей Живот вам сейчас представит. Да, у нас мы хотели сделать что-то необычное, поэтому у нас сегодня для вас есть коктейль-шоу. У нас есть несколько видов телеком-коктейлей. И основное правило пробы этих телеком-коктейлей, так же как в случае интеграции с акадом, смешивать, но не взболтывать. Мы также ведем с акадом, поглощение очень мягкое, легкое, для того, чтобы клиенты не заметили, были максимально комфортно удовлетворены тем, что мы будем для них делать. Большое спасибо. Хочу вас пригласить в холл, где мы отведаем эти прекрасные коктейли. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Давайте вместе, например, перенестимся в холл.